Юрий Матвиенко любит крутить педали с детства. Сначала объехал родной Харьков, теперь покоряет города России. А началось все еще в 2017 году. Тогда житель Кубинки решил доехать до Брестской крепости. Туда мужчину привели прочитанные рассказы про войну и мечта детства. Играя в войнушки в детстве, я всегда настаивал, чтобы мы защищали Брестскую крепость. Я представлял себя защитником, ее с пулеметом косил наступающих фашистов. Это были детские впечатления. Потом я закончил школу, вырос, поступил в военное училище, попал служить в воздушно-десантные войска. А потом была война. Только уже не в книгах, а в горячих точках. Боль от утраты друзей и уже не детское понимание того, какой ценой далась нам победа. Попытки пересмотра истории стали дополнительным стимулом. Юрий Матвиенко поехал по стране. 18-й год, Волгоград, 19-й, Прохоровка. И вот 20-й, Волгоград и далее Астрахань. И каждый раз в путь житель Кубинки отправлялся в преддверии 9 мая. В этом году не остановила даже пандемия. Но я не смог договориться ни с разумом, ни с сердцем о том, чтобы отложить это все, чтобы не поехать. Я решил попробовать. Потому что потом, наверное, еще придется жаление о том, что не попробовал, не поехал. Юрий был готов к трудностям, но они его обошли стороной. Только один раз сотрудник ДПС остановил его, чтобы пожелать удачи. Тульская область, довольно-таки холмистая. Калужская более так, пробнее. Опять же, да, как бы от дороги зависит. Вот. Ну, где-то средний пробег около 100-120 километров получается. Транспорт тоже не подвел, благодаря регулярному техобслуживанию. А вот состояние дорог иногда способствовало превращению велосипедиста в пешехода. Ставишь туда покрышки, которые именно для асфальта. Ну, у меня иногда бывает, что приходится ездить по грунту, по песку. Ну, тогда я его везу. Не он меня, я его несу, либо везу. День Победы Юрий Матвиенко встретил на Мамаевом кургане. До окончания отпуска еще было время. Его он решил провести в Астрахани. Домой, в Кубинку, вернулся на поезде. Но долго отдыхать мужчина не собирается. Уже планирует поездку на следующий год. Скорее всего, это снова будет Брестская крепость. 80-ю годовщину – начало Великой Отечественной войны. Он хочет встретить именно там. Здравствуйте. В эфире телекомпания Одинцова. Программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. И сегодня в нашей студии необычный гость Юрий Матвиенко из Кубинки. Совсем недавно на своем велосипеде он преодолел расстояние Кубинка-Волгоград-Астрахань. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Юрий, давайте начнем по порядку с последнего вашего путешествия. Когда вы в него отправились, когда вернулись? Почему именно такой маршрут в этом году выбрали? Своё путешествие в этом году я отправился 25 апреля. Выехал из Кубинки. Ну, а почему такой маршрут? Этот год – это год 75-летия Великой Победы. И хотел его день 9 мая встретить на ММА-Кургане в городе Волгоград. Отдать дань памяти всем нашим советским воинам, отдавшим жизнь за победу эту. Ну, а потом, после Волгограда, было время. Хотелось просто уже для души проехать по Волжским просторам, низуя Волги, посмотреть соленое озеро Баскунчак, гора Багдо есть еще очень такое замечательное место. Ну, и доехать до Астрахани, также посмотреть этот Волжский город. И как впечатление в этом году от Волгограда? Ну, от Волгограда, конечно, впечатление такое двоякое, потому что, ну, все-таки я же, когда задумывал это все еще осенью, в начале зимы, разрабатывал маршрут. Конечно, было ожидание чего-то такого грандиозного мероприятия. Все-таки 75 лет победы, юбилей. Очень многие, знаю, готовились к этому, да, вся страна готовилась к этому юбилею. Вот, знал, что по дороге, пути следования, очень много мемориалов, памятников должны были реставрировать, провести в порядок, где-то что-то создать новое. Вот, и поэтому ожидания были, конечно, какого-то грандиозного, но жизнь вносит свои коррективы. Вот, поэтому когда я приехал в Волгоград, конечно, Мамаев-Курган был пустынный, было очень мало людей. Непривычно. Вот. Непривычно, да, непривычная была обстановка, но, тем не менее, своего величия, своей торжественности, конечно, этот мемориальный комплекс не потерял. Конечно, все такое же чувство в душе такого восхищения, гордости. Очень буря чувств, конечно, было, когда вот приезжаешь на это место, вот, постоишь у Вечного Огня в зале воинской славы. Вот, очень чувство было такое. Ну, а то, что не было в то время, не было огромного большого количества людей, не было шествия, бессмертный полк, конечно, отложилось. Немножко отложило свое, как бы... Сказалось. Я так понимаю, что бессмертный полк нас еще ждет впереди. Да. Да, я надеюсь, в это время будет, да. Ну, ничего. А не страшно было отправляться в путь во время пандемии, когда границы многих регионов закрыты, когда болезни бушуют? Ну, страха как такового не было. Я, как бы, ничего, как у меня иногда было... Я ничего не боюсь, я только иногда стесняюсь. Вот. Страха не было. Была какая-то, вот, небольшая неопределенность. Не мог все-таки, решал долго ехать, не ехать. Знакомые многие советовали, ехать не нужно, развернут, завернут. На карантин посадят. Не проедешь, да, 14 дней где-то, как... Вот. Ну, я думал, решал, но все-таки не смог договориться со своим сердцем, совестью, с разумом о том, что я должен попробовать. Я должен все-таки, раз решил, разработал, я все-таки попробую. Подготовился к этому походу и решил попробовать. Потому что, если не попробуешь, наверное, потом будешь сожалеть о том, что все-таки не попробовал. То есть, ты ничего не сделал для того, чтобы осуществить свою, пусть даже мечту на то время, да, вот, встретить день победы именно, 75 лет победы именно на Мамаевом Кургане. И я решил поехать, я решил попробовать. Завернут, значит, завернут. Развернусь, поеду обратно. Посадят на карантин, будут честно, добросовестно сидеть 14 дней в карантине. Но не завернули. Не завернули, не остановили. Наверное, скорее всего, как-то, ну, видели, что я еду. Тем более, у меня с собой был символ победы. Небольшой флажок – это символ знамя победы, вот, на котором была написана та воинская часть войны, которые подняли это знамя над Рейстагом. Вот. У меня была футболка, на которой было написано «75 лет победы велопробег Кубинка-Волгоград». И, возможно, это сыграло какую-то небольшую свою роль. Вот. Один раз, конечно, сотрудники ДПС приостановил меня, так скажем, но он пожелал удачи и сказал, чтобы я был осторожен на дорогах. Вот это единственное, когда, так скажем, на меня обратили внимание сотрудники… Какие-то высшие силы вам, вас прямо-таки вели по этому маршруту. Да, хотя я поначалу, то, что боялся, опасался так. Придумывал какие-то слова о том, что буду рассказывать. Вот. Расскажу, куда я еду, расскажу, зачем я еду, почему я еду. Ну, так скажем, моя речь, в принципе, не пригодилась. Но вопросов, я так понимаю, что к вам возникает много и у случайных прохожих. Вот даже когда мы в парке Захарова снимали, все равно вас остановили, вас расспросили. Я хочу сказать, что мужчина этот потом очень долго ходил по телефону с парком и кому-то про вас рассказывал. И часто вопросы я так понимаю, а где же вы ночуете во время своих поездок? Да, очень много ко мне подходило людей, в основном местное население, в тех населенных пунктах, где я останавливался, возле памятников воинам. Молодежь подходила несколько раз, вот, видя меня. Возле магазинов, когда я заходил купить, покушать что-то на вечер, воды, тоже приходили, подходили, спрашивали. Конечно, многие говорили, как мне удалось прорваться через оцепление, кордоны. Ну, я и говорил, может быть, разочаровался. У вас даже автомобильный номер сзади такой есть, привизированный. Да, у меня, да, я сделал небольшой такой номер, на котором было написано Кубинка и 50-й регион. Ну, в принципе, автомобилистам это, в принципе, нравилось. Расприветствовали автосигналами меня, когда догоняли, да, поддерживали. Вот, останавливались некоторые, особенно на легковых машинах, опускали пассажирское стекло и туда уже, ближе к Волгограду. Иногда даже спрашивали с таким удивлением, неужели правда из Кубинки? Я говорю, да, правда из Кубинки. А где ночуете в поездках? Ночевал я в этой поездке в палатке. Вот, с собой палатка, я полностью автономен. Ну, я знал, конечно, что гостиницы закрыты, хостелы закрыты. Конечно, поначалу здесь, ближе к Подмосковью, Московская, Калужская, Тульская область. Довольно-таки прохладно еще было, все-таки конец апреля был. Вот, но ничего, было с собой теплые вещи. Вот, только один раз я в Липецке, все-таки рискнул снять квартиру, но нужно было отстираться, отмыться после пылевой бури, которая меня настигла в Липецкой области перед городом Данков. Вот, очень было много пыли, ну, нужно было постираться, самому вымыться от нее. А так, постоянно палатка. А вот так, сколько примерно километров в день вы проходили на велосипеде? Ну, приблизительно я рассчитал 100-120, иногда 150 километров в тень. Это среднее количество. Если случались какие-то обстоятельства, мешающие было, вот как-то пульная буря, тогда я проехал в тот день около 70 километров. Просто из сил выбился и не смог дальше ехать. Остановился в палатке, а на следующий день до Липецка оставалось 53 километра всего лишь. Вот я проехал 53 километра, то есть за два дня в сумме у меня получился всего лишь как за один ходовой день. Значит, в следующие дни мне нужно было немножко добавлять, да, каждый день немножко добавлять километра, чтобы уложиться вовремя. 8 мая, приблизительно к обеду, я приезжаю в Волгоград. В принципе, график был выдержан, я приехал вовремя. Юрий, расскажите, пожалуйста, про ваш велосипед. На каком велосипеде вы в поездку отправляетесь? У меня есть велосипед, который я специально подготовил для таких длительных путешествий. Он оборудован специальной навесной оборудованием, система. Количество звездочек, колеса большие, покрышки гладкие специально для асфальта подбираю, потому что основная, ну, процентов 90 я еду асфальтированными дорогами. Удобное седло, удобные рукоятки на руле, чтобы можно было комфортно и, в принципе, без вреда для здоровья ехать. Достаточно долго. А какое-то специальное техобслуживание делаете? Конечно. Перед выездом полностью проверяю, настраиваю переключения скоростей, тормоза, колодки тормозные. Практически все, как в автомобиле. Гидравлический тормоз, колодки. Есть все, настраивается, чтобы все четко работало. Ну, и в процессе движения, после особенно дождей, пыльных каких-то участков, обязательно смазывается цепь. Ну, и приводится в такое нормальное состояние велосипед. Ну, и, конечно, с собой всегда набор инструментов, который позволяет проявить мелкий какой-то ремонт, если вдруг что. Специальное устройство для того, чтобы срастить цепь, если вдруг порвется. Дороги бывают всякие случаи. Вот, запасные камеры, заплатки, это все. Насос для того, чтобы накачать камеры. Все, конечно, с собой везешь, потому что... Пригодится. Не дай бог, но пусть лучше будет под рукой. Ну, вот, да. Вот в этом году ничего не было, даже проколов не было. Вот, что, конечно, немного удивительно. Но так бывает, так бывает. А вот хотя я на работу тоже езжу на велосипеде. И вот буквально за эту неделю, я в понедельник прокололся, когда ехал на работу, заднее колесо проколол, прямо стоял на обочине, менял камеру. И когда ехал во вторник обратно домой, тоже проколол заднее колесо. То есть, это, наверное, небольшая компенсация за то, что я проехал такое длинное расстояние. Ну, лучше быть здесь рядом с домом все-таки это попроще. Юрий, откуда у вас такая любовь к велосипеду? Когда это все началось? Наверное, это началось в детстве, потому что еще сколько я себя помню, я постоянно был на велосипеде. Я научился кататься очень рано. Был велосипед-школьник, потом салют. У меня мама работала на Харьковском велосипедном заводе. Я сам из Харькова. Вот откуда все это пошло. И как только появились туристические велосипеды «Спорттурист», мне сразу купили уже настоящий взрослый велосипед с переключением скоростей. Как сейчас помню, 10 скоростей сзади, 5 звездочек, впереди 2. И я все, больше сидеть дома не смог. Я ездил и вокруг Харькова объезжал на велосипеде, ездил на водохранилище там в 50 километров. Ну, для школьника, наверное, это было таки много. Ну, я очень много катался. После того, как я окончил школу, это немножко, конечно, когда уже стал взрослым, наверное, уже немножко вначале притихло. Другие дела появились. Да, взрослые военные училища. Я поступил в военные училища после окончания школы. Потом служба в вооруженных силах в церковском звании. Ну, когда нас вывели в Ульяновск, дивизию, я нашел поддержанный велосипед именно Харьковского велосипедного завода. Приобрел его, привел в хорошее состояние и катался тоже в Ульяновске. Ну, и потом здесь, когда переехал, перевелся служить в Кубинск, в Кубинку, ну, уже, да, уже тоже приобрел велосипед и потихонечку. Все это возродилось. То есть, да, да. То есть, увлечение детства вернулось уже и разгорелось очень с такой силой. С новой силой, можно сказать. Теперь уже, наверное, да. Но вот это путешествие Кубинка-Волгоград-Астрахань далеко не первое. Первое было, насколько я понимаю, в 2017 году. Расскажите о нем, пожалуйста. В 2017 году это было первое путешествие, именно посвященное Дню Победы. Тогда, ну, конечно... Куда отправились? Вот. Все началось. Ну, я немножко про мотивы этого, да, расскажу. То, что тогда уже не первый год читал, слышал много. Вот. Да и сам сталкивался, наверное, с попытками фальсификации истории Великой Отечественной войны. Вот. О том, что наших воинов, которые освободили не только свою родину, Советский Союз, но и Европу от фашистской чумы, называли чуть ли не захватчиками, оккупантами. Вот. Ну, и так как я вырос в советское время, был октябренком, пионером. Кстати, меня пионеры принимали 9 мая в городе Харькове на мемориале «Скорбящая мать». Есть недалеко там лесопарковая зона, есть огромный мемориал. Там стоит фигура скорбящей матери, звучит музыка и метроном. И вот помню с тех времен, когда я, тогда я первый раз побывал, как раз, да, ну, прием в пионеры, наверное, для каждого мальчишки того времени, для каждого ребенка советского времени, наверное, очень такое торжественное и сильно значимое событие было. И вот эта вся обстановка очень сильно повлияла на меня. Я помню, наверное, даже и слезы были. Вот. Конечно, трудно мальчишке представиться, признаться, что, да, были слезы. Но вот именно из-за этой обстановки… В этом и силу, мне кажется. Вот, да, сердце стучало в этот в такт метронома и вот это вот повязывание красного галстука, да, это очень было сильно. И я даже в детстве, когда мы играли в военушки, я помню, я всегда защищал Брестскую крепость. Я был защитником Брестской крепости с пулеметом на стенах крепости, как косил фашистов из пулемета. Ну, это были игры, детские игры потом. Закончил школу, поступил в военноучилище. По окончанию военноучилища я сам попросился в воздушно-десантные войска. По распределению ушел, в 104-й воздушно-десантную дивизию, город Генжа, Азербайджан. Ну, и потом воздушно-десантные войска, наверное. Я, конечно, был по образованию связистом, но все равно пришлось, конечно, побывать в горячих точках, узнать на собственном жизненном опыте, что такое война. Не так, как в книжках совсем. Конечно, да. Весь этот, конечно, романтический детский налет, он исчез, уже начиная совсем по-другому это воспринимать. И когда вот эти были нападки на память наших воинов, ну, тоже я хотел что-то сделать, чтобы эта память не угасла. Конечно, памятники – это отражение наше. Памятник, мемориал – это все-таки отражение нашей памяти. Память о воинах, о тружениках тыла, о всех жителях, о партизанах, о всех тех жителях, кто как-то приближал эту войну, делал, отдал жизни, здоровье. Вот. Она вот здесь и здесь. Вот. И в сердце в нашем. Вот. Ее оттуда ничем не выбить. Вот. Памятники, да, можно осквернить, можно разрушить, но память о наших воинах, она жива, пока мы помним их. Я приезжал в большое количество населенных пунктов, небольших деревушек, сел, поселков, более крупных городов, городков. И в каждом, конечно, населенном пункте стоит памятник, обелиск, монумент, на котором на мраморных плитах высечены имена тех, кто погиб в этой местности, а также тех, кто ушел с этого населенного пункта на войну и не вернулся. И вот, когда читаешь эти фамилии, вот здесь мы их помним, мы произносим их фамилии. Еще я заметил, почти в огромных количествах населенных пунктов встречаются фамилии 40, 30-40 одинаковых фамилий. То есть на войну уходили целыми семьями, родами. То есть, ну и вот перед этими памятниками понимаешь, какой ценой все-таки досталась эта победа. Вот, и поэтому память и те все герои, они будут жить, пока мы их помним. Пока мы помним, произносим их имена, фамилии, каждые своих родственников. И вот тогда, в 17-м году, я понял, что, ну, мое увлечение велотуризмом, что я что-то все-таки могу сделать, пронести хотя бы вот этот символ победы от Кубинки. Ведь приблизительно Кубинка – это тот рубеж, на котором были остановлены фашистские захватчики, когда рвались к Москве. А Брестская крепость – это именно там, где они пересекли нашу границу, и герои Брестской крепости именно первые приняли на себя удар всей силы, всей этой мощи, да, вражеской. И я посчитал, что это будет очень, ну, неплохим таким, моим небольшим вкладом, вот именно в дело памяти наших воинов, отдать им честь, уважение, гордость за них. Вот. Я сел на велосипед и поехал. Сколько ехали по времени? Я ехал приблизительно неделю, 7 дней я ехал. Ну, здесь расстояние не сильно большое. Проехал по Московской, Смоленской области, посетил город Смоленск, вот, потом через Оршу, Минск, вот. То есть уже в этом путешествии у меня были города-герои Смоленск, Минск, Брест. Вот. Проехал по территории Белоруссии, вот. Ну, приехал, конечно, приехал 8-го в Брест, вот, и потом 9-го в полном снаряжении, опять же, с велосипедом, с флажком, вот, поехал на мемориал. И вот как ощущения Бреста, Брестской крепости? Ну, конечно, Брестская крепость – это очень такие, вот, ощущения очень сильные. Каждой клеточкой ощущаешь, сколько крови здесь было пролито, сколько жизней было здесь вот отдано за этот небольшой все-таки пятачок с земли, да? Да, все мы помним, я умираю, но не сдаюсь. Да, 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 вот за вот это все. То есть, это были первые люди, которые вступили в бой и не отступили. То есть, они стояли до самого последнего и все-таки, наверное, ну, показали врагам, что… Здесь так просто не выйдет. Да, русскую землю просто так им не взять, не завоевать. Не народ наш, не… Вот. И, конечно, очень было. Меня вначале не хотели пускать на мемориал, он был оцеплен. Конечно, с велосипедом. Стояли милиционеры. Вот. Ну, говорят, ну, а с не пустим. Я объяснил, откуда я приехал, какая моя цель. Ну, то есть, поговорил. Они сделали несколько звонков, говорят, все, пожалуйста, проезжайте. Только, говорит, не катайтесь. Я говорю, нет, что вы, я буду ходить, вести велосипед рядом с собой. Вот. И сразу же на меня стали обращать внимание. Очень много людей было. Вот. Были много российских туристов с георгиевскими ленточками. Были. Были и местные жители со всех концов Белоруссии там тоже были. Очень много было людей. Конечно, многие подходили, спрашивали. Тогда у меня не было знака Кубинка еще. Вот. Поэтому спрашивали, откуда я приехал. Вот. И сфотографировались со мной. Разрешите с вами фотографироваться? Да, конечно, пожалуйста. Фотографировались, разговаривали. И уже на фоне самой Брестской крепости, вот где мост, которая именно вот самая первая, первые приняли, вот ее оставили, всю вот эту стену, которая в отметенных снарядов и пульт. Вот. На этом месте ко мне подошла семья, которая состояла из многонациональной семьи. Были украинцы, россияне, белорусы и молдаване. И мы вместе с ними все, 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 все этой семьей все сфотографировались. Вот. Постояли, пообщались. То есть было очень такое чувство, что я именно достиг той цели, которую я хотел. Да, то есть люди и по дороге, когда я ехал, они обращали на мне внимание, интересовались, мы разговаривали. То есть где-то та вот эта частичка моего вклада, которую я задумывал в этом походе, она была осуществлена. А в 18-м году куда отправились? В следующий год я задумался о Волгограде. Тоже Мамаев-Курган, Сталинград, Сталинградская битва. Это тоже еще одно место, в котором был потрясающий дух, героизм, мужество советских воинов, всех национальностей. Вот, кстати, недавно прочитал про национальности, сказал, недавно прочитал в интернете, что при обороне Москвы даже 6 вьетнамцев было. А вот обнаружено, сейчас же в парке Патриот восстанавливает все поименно каждого солдата. Это, конечно, потрясающая такая вот идея. И вот нашли 6 вьетнамцев, которые защищали Москву, среди солдат были, конечно. И я решил в 18-м году проехать до Волгограда, именно 9 мая встретить на Мамаев-Кургане. Расстояние было больше, конечно же, вот, путь был длиннее. Но я сделал, я проехал. Вот, конечно, дорога вносит свои коррективы, были небольшие. Ну, там знаменитая дорога, в общем-то, наслышанная. Вот, да, вот. Ну, в одном из городов, городков Воронежской области я потерял смартфон, где у меня были все контакты, маршрут и все прочее. Потерял день, попытки его найти. Мне даже помогали местные жители, которых я через интернет... Не удалось? Он до сих пор не найден, не знаю, куда он. Ну, видимо, так было. Где-то так это было написано, нарисовано, кем-то определено, да. Но зато я благодаря... Благодаря этому все-таки познакомился с людьми из этого города. Мы иногда, да, общаемся, переписываемся. Вот, вот. Когда я в этом году ехал в Волгоград, там мне спрашивали, а не снова через славный наш город или нет? Я говорю, я немножко другой маршрут выбрал. То есть, 18-й год, это мы в Курган. Да, было мероприятие, торжественное мероприятие, очень много людей. Конечно, тоже многие подходили. А 19-й год? 19-й год, Курская дуга, Прохоровка, поселок Прохоровка, где было танковое сражение. Курская дуга, потом крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, да. И потом город Первого Салюта, Белгород. Вот. Ну, также я проезжал город Первого Салюта, Орел. Вот. Ну, вот. Тоже Прохоровка, тоже торжественное мероприятие. Конечно, погода в тот год немножко подвела. Было холодно, ветрено. Даже дождик иногда капал. Ну, все было очень здорово, очень замечательно. Вот. Так что тоже все получилось. Вот. Посмотрел Салюта в Белгороде. Ну, тоже все очень было здорово. Юрий, а что теперь в 21-м году планируете? Я так понимаю, что часть ваших планов мы озвучили в сюжете для программы новости. Вот. Но это только часть. Да. Ну, 21-й год. Это, наверное, будет еще один город-герой Новороссийск. Малая земля. Вот. Малая земля. Да. Южные рубежи, конечно. Черное море. Вот. Там более уже такие морские, конечно, будут сражения. Это на День Победы. Вот. Да. На 9-е мая хочу. И расстояние больше уже, чем даже до Волгограда. И также следующий год – это год 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Я знаю, что в Брестской крепости каждый год 22-го июня в 4 часа утра проводятся мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Ну, это так в России у нас этот день называется. Вот. И я задумался о том, чтобы именно тоже 22-го июня также совершить, проехать от Кубинки до Брестской крепости и быть в Брестской крепости именно 22-го июня. Поеду я, наверное, немножко по другому маршруту. Я проеду через Могилев. Это тоже место довольно-таки крупного сражения. Могилевская войсковая операция была. Ну, то есть маршрут будет немножко дорогой. Ну, все вот. А я надеюсь, что через год мы с вами в этой же студии встретимся для того, чтобы рассказать об итогах уже тех поездок в Новороссийск и в город Герой Брест. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.